Война наносит ущерб России и россиянам не только здесь и сейчас. Это бомба замедленного действия для РФ. Наращивая контроль за ценами и национализацию предприятий, Кремль разрушает сами устои экономики и рыночные механизмы. И вскоре все это приведет к масштабному взрыву, предупреждают экономисты. Какие последствия они прогнозируют? Смотрим. Новая волна экономических потрясений накрывает путинскую Россию. Экономика существенно довольно быстро замедляется. При этом, что никак не удается замедлить, так это инфляцию, которая бушует и бьет все мыслимые рекорды. О том, что уже в 2025 году Путин и все россияне столкнутся с новыми масштабными вызовами, говорят на международном уровне. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэми заявил об этом на основании данных разведки. Ситуация для Владимира Путина станет намного сложнее уже в следующем году. Его экономика находится в плохом состоянии. Ему будет очень трудно справиться с количеством потерь и жертв, которые он понес. Есть надежда, что экономические проблемы повлияют на возможности Путина на поле боя, считает американский экономист Андерс Аслунд. Ведь расходы кремлян на войну достигнут пика в этом году – 190 миллиардов долларов. В итоге Путину придется сокращать расходы на войну, ведь социальная часть бюджета и так урезана. Практически исчерпан и резерв РФ, которым Кремль постоянно затыкает дефицит бюджета. Россия доедает последние остатки. Она перестала резервировать что-то, она все тратит с колес. Война съедает все. И практически в будущем году, судя по всему, в России полностью исчезнет фонд на Санкт-Петербург. Опять это не я говорю, это написал Центробанк, который за этим следит, который этого не может не замечать. Поразительно, но именно Кремль собственноручно разрушает любой намек на стабильное будущее РФ. И дело не только в кровавой войне, которая и стала началом конца России. Целый ряд факторов толкают страну-агрессора в экономическую пропасть. И среди них то, что Путин забирает средства у бизнеса, в частности взвинчивые налоги, и пускает их на военную промышленность, которую подмяли под себя его же дружки. Происходит это в форме субсидированных кредитов от правительства на поддержку военного производства. Такие субсидии фактически передают средства налогоплательщиков владельцам военных предприятий, окружению Путина. Однако сколько бы денег не вливал Путин в военные заводы, благодаря которым Росстат выдает сногсшибательный рост ВВП, забывая указывать о том, что он дутый, похоже, и этому нарисованному экономическому подъему пришел конец. Минэкономразвитие говорит, что в 2025 году нас ждет очень существенное замедление темпов роста в обрабатывающей промышленности и прежде всего в секторах, которые связаны вот с тем самым военным производством. Это готовые металлические изделия, оружие и боеприпасы или там прочие транспортные средства, это боевая техника. Дефицит технологий и комплектующих, острейший кадровый голод. Все это усиливает проблемы в производстве и, конечно же, лишает Россию шанса для преодоления инфляции, маховик которой все больше раскручивается. Официально Кремль показывает рост цен не больше 10%. Независимые данные буквально кричат о критическом показателе. Я периодически ссылаюсь на данные социологической службы РАМИР, которая приводит свой индекс, так называемый индекс FMCG, Fast Moving Consumer Goods, индекс цен на товары повседневного спроса. Вот все, что вы видите ежедневно в гипермаркетах, куда ходите за едой и товарами первой необходимости. Так вот, этот индекс в августе составил около 22% в годовом выражении. Это рост цен на товары повседневного спроса в августе 2024 года к августу 2023. 22% реальная инфляция, а никакие не 9 и не 8. Мнения экономистов по поводу катастрофы в 2025 году разделяются. Одни считают, что она вполне реальна, но большая часть экспертов уверены, что проблемы в России и у ее граждан будут нарастать постепенно, а не одним махом. А значит и социального взрыва в стране-агрессоре пока ждать не стоит. Для Раши 1,5-2% падения ВВП – это ничто. Кстати, и доходы населения Раши тоже падали в последние 3 года и в этом году упадут на те же 2-3%. 2-3%. Но переживут. Это для них не кризис. Такими темпами экономика будет падать до ситуации, когда население будет лаптями щи хлебать и радоваться, что есть лапти и что есть щи. Вот это главная проблема. Все же есть вероятность того, что бомба замедленного действия, заложенная 24 февраля 2022 года, в виде экономического коллапса сработает в 2025 году. Это возможно в частности при условии беспрецедентного ужесточения санкций со стороны цивилизованного мира. Ну, допустим, лишат Сбербанк и ВТБ банк Раши возможности работать с долларом и евро, спишут остатки этих средств и отключат от системы СВИФ. Будет банковский кризис, банковский кризис вызовет финансовый кризис, потом и экономический кризис. И тогда, я думаю, да, экономика может упасть на те же 8-10%. Или, допустим, решится западная элита, большая семерка, ввести пошлину на все продукты рашистского экспорта, на все продукты без исключения. 30%. Выбить почву из-под ног диктатора может и резкое падение цен на нефть, которое до сих пор обеспечивает Кремль 70% доходов. Разрешение США и союзников на удары вглубь страны террориста по военным и нефтеперерабатывающим заводам – еще один способ ускорить экономический упадок России. А значит, и серьезно приблизить окончание войны. Субтитры создавал DimaTorzok